В React 16 был добавлен новый способ размещения компонентов в дом, который называется портал. Благодаря порталу мы можем размещать компоненты за пределами корневого элемента. Это может быть очень полезно для показа модальных окон. Давайте посмотрим, как создать такой портал. Итак, на странице index.html имеется div-элемент с id root. Это корневой элемент, в который React поместит дерево компонентов. Как я уже сказал, портал позволит нам разместить компоненты за пределами корневого элемента. Для этого необходимо сделать две вещи. Первое — это создать еще один div-элемент. Элементу мы присвоим id портал. Далее перейдем в файл app.jsx, где в элементе main ставим пару фигурных скобок и напишем react.dom. Нам нужна новая функция createPortal. Так как мы используем react.dom, нам необходимо импортировать этот модуль. Функция createPortal принимает два аргумента. Первый — это содержимое, то есть то, что мы хотим увидеть на странице. И второй аргумент — это элемент, в который необходимо разместить содержимое. В общем, это похоже на то, как работает функция render. Итак, в качестве первого аргумента мы отправим заголовок h1, где просто напишем портал. А в качестве второго элемента мы отправим ссылку на элемент с id portal. Далее перейдем в браузер и увидим слово портал. Давайте посмотрим, где именно react разместил его. Откроем средство разработчика. Сначала посмотрим во вкладке elements. Уже видно, что в элементе с id портал что-то имеется внутри. И вот он, заголовок h1. Теперь посмотрим во вкладке react. Это компонент app. Обратите внимание, что внутри элемента main располагается компонент react-портал. Получается, что содержимое портала react в настоящем дом размещает отдельно от краневого элемента. Но при этом в виртуальном доме сам портал и его содержимое находятся в рамках основного компонента. Получается, что портал — это react-компонент, который умеет отображать свое содержимое в указанном элементе. Как я сказал в начале, порталы очень полезны для создания модальных окон, которые в React обычно реализуют с помощью CSS. Давайте посмотрим на примере. Для этого в папке components у нас уже имеется компонент moral. Внутри этого компонента мы отображаем то, что находится в свойстве children. Также имеется кнопка для закрытия модального окна, но пока она ничего не делает. Итак, вернемся в компонент app. И вместо портала отобразим модальное окно. Для этого сначала импортируем его. И далее разместим его внутри элемента main. Внутри компонента укажем заголовок h1, в котором напишем просто moral. Итак, посмотрим на результат. Как ни странно, мы видим модальное окно. Давайте добавим возможность открывать и закрывать модальное окно. Начнем с того, что в компоненты app добавим состояние. Здесь мы укажем свойство isModalOpen. В качестве начального значения укажем false. Далее добавим метод для открытия или закрытия модального окна. Назовем его toggleModal. Здесь мы используем метод setState. Изменим значение свойства isModalOpen. Для этого нам понадобится предыдущее состояние. То есть мы воспользуемся стрелочной функцией. И из этой функции мы вернем новое состояние. В качестве значения для свойства isModalOpen укажем предыдущее значение. Но противоположное, конечно. Далее внутри элемента main добавим условия. This.state.isModalOpen. Далее укажем оператор i. И в качестве второй части выражения укажем компонент moral. Итак, посмотрим в браузере. Сейчас модальное окно не отображается. Если поменяем значение с false на true, то теперь модальное окно отображается. Вернем на false. И добавим кнопки для открытия и закрытия модального окна. Начнем с открытия. В компоненте main добавим кнопку. И в свойстве onClick укажем метод toggleModal. И в содержимом кнопке напишем открыть. К компоненту moral мы добавим свойство onClose. И туда также передадим метод toggleModal. Далее перейдем в компонент moral. К кнопке добавим свойства onClick. И в качестве значения укажем this.props.onClose. Перейдем в браузер. Откроем модальное окно. Работает. Закроем его. Тоже работает. Теперь давайте отобразим модальное окно с помощью портала. Тем самым мы сможем избежать возможных проблем с позиционированием, используя CSS. Для этого перейдем в компонент app. И во второй части GSX выражения компонент moral мы укажем при вызове функции createPortal. Итак, react.dom.createPortal. Далее укажем divElementsID.portal. Итак, посмотрим на результат. Откроем модальное окно. Посмотрим, где оно отобразилось. Оно отобразилось внутри элемента с idPortal. Посмотрим во вкладке react. Мы видим, что компонент moral находится внутри компонента reactPortal. Итак, во вкладке elements видно, что модальное окно в дом всегда будет находиться ниже корневого элемента. Если мы закроем модальное окно, то мы видим, что теперь divElementsID.portal пустой. Скорее всего, вы не обратили на это внимание. Но у порталов есть очень интересная особенность. А именно, то, что компоненты, которые они содержат внутри себя, ведут себя так, как будто они находятся внутри основного компонента. То есть, в реальном доме они располагаются за пределами корневого элемента, а в виртуальном доме они располагаются внутри того компонента, в котором объявлены JSX. То есть, сейчас компонент moral ведет себя так, как будто он находится внутри компонента app. Доказательством этого является тот факт, что метод toggleMoral, который мы передаем с quest1close, срабатывает. Даже несмотря на то, что в настоящем дом компонент moral располагается отдельно от основного элемента. Также события компонентов, расположенных в портале, будут передаваться родительскому компоненту на другой стороне. Что это означает? Ну, к примеру, div элементу с классом app добавим свойство onClick, в котором просто выведем в консоль какое-нибудь сообщение. Допустим, app. Далее перейдем в браузер. Откроем модальное окно и кликнем по нему. Обратите внимание, в консоли появляются сообщения при нажатии на модальное окно. Так как в рамках виртуального дом этот компонент расположен внутри компонента app, поэтому нажимая на модальное окно срабатывает метод, который мы определили у компонента app. Если вы немного запутались, то мораль истории такова. Элементы, которые мы отображаем с помощью портала, с точки зрения дерева компонентов, ведут себя точно так же, как и другие вложенные компоненты. Они принимают свойства и реагируют на события. На данный момент ответственность за создание портала лежит на компоненте app. Хотя, по идее, за это должен отвечать сам компонент modal. Сделать это очень легко. Итак, первое, что мы сделаем, это из компонента app уберем вызов функции createPortal. Оставим здесь только сам компонент modal. Из компонента app мы также берем импорт reactDom. Далее перейдем в компонент modal. Вставим сюда импорт reactDom. Из метода render мы теперь будем возвращать вызов функции createPortal. Первый аргумент у нас уже есть. Добавим второй. Проверим. Все работает, но есть одно но. Внутри компонента modal мы указываем название корневого элемента для портала. В данном случае это элемент с idPortal. Но что если в другом приложении id будет другой? Ну, наверное, значение id можно будет передать через свойства. А что если корневого элемента вообще не будет? Допустим, у человека нет возможности физически добавить его на страницу. Ну, на самом деле это не проблема, так как компонент modal может сам создать для себя корневой элемент. Также он может его и удалить после того, как модальное окно будет закрыто. Давайте посмотрим, как это сделать. Для этого нам понадобится два метода жизненного цикла компонента. ComponentWillMount и ComponentWillUnmount. Метод ComponentWillMount сработает до метода render. Здесь нам необходимо создать корневой div элемент. То есть элемент, в который будет помещено содержимое портала. Элемент мы создадим с помощью documents.createElement. Это будет простой div элемент. Созданный элемент мы поместим в свойства класса. Свойства можно назвать как угодно. Я назову root. И далее этот элемент нам необходимо добавить на страницу. Итак, documents.body.appendChild. И туда мы отправим this.root. После того, как модальное окно будет закрыто, то есть элемент будет удален из дом, мы также удалим и созданный div элемент. Для этого в методе ComponentWillUnmount мы вызовем documents.body.removeChild. Куда отправим this.root. Ну и последнее, что необходимо сделать, это в качестве второго аргумента в CreatePortal мы отправим ссылку на этот div элемент. this.root. Итак, проверим. Откроем сразу вкладку elements. Итак, откроем модальное окно. Обратите внимание на созданный div элемент. И там находится модальное окно. Так, закроем. И div элемент пропал. Таким образом, из индекс.html элемент cd.portal мы можем убрать. Проверим. Все работает. Как видите, создать компонент модального окна с помощью портала очень просто. Но я уверен, это не единственное интересное применение порталов в React. В комментариях напишите ваши варианты их использования. Если вы хотите узнать больше про React и не только, то заходите на сайт kudoj.ru. Там много чего интересного. Ну а пока, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.